В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 99 лет со дня рождения Александра Солженицына. Как отпраздновали рождение великого классика в Рязани. Выхватил телефон и убежал. Дерзкая кража в центре Рязани. Не заплатил налог, остался без отпуска. 7 тысяч рязанцев не поехали в отпуск в этом году из-за долгов. Дерзкая кража в центре Рязани. Двое молодых людей ограбили салон мобильной связи. Узнавшим злоумышленников гарантируют вознаграждение. Преступление выглядело так. В магазине на улице Первомайской молодые люди попросили показать популярный смартфон стоимостью 40 тысяч рублей. Когда девушка-продавец достала гаджет, один из посетителей выхватил его и бросился бежать. Полиция проводит проверку. Более 7 тысяч рязанцев не смогли выехать за границу в этом году из-за имеющихся долгов. Общая сумма их задолженности составила более 3 миллиардов рублей. Такие данные приводит сайт судебных приставов. Напомним, с 1 октября изменились правила об ограничении на выезд должников за границу. Теперь запрет вводится, если сумма долга составляет от 10 до 30 тысяч рублей. В четверг на Солочинском шоссе произошло массовое ДТБ с участием маршрутки и нескольких иномарок. Столкнулись автомобили маркой «Инфинити», «Мазда», а также пригородная маршрутка номер 110. Сообщается о двух пострадавших. Новогодние праздники в Рязани стартуют 16 декабря. Об основных массовых новогодних мероприятиях рассказал глава администрации Рязани Сергей Карабасов. Он пригласил рязанцев 16 декабря в 16.00 на площадь Победы. Здесь торжественно зажгут главную новогоднюю ель. Три главных катка города расположатся на Лыбецком бульваре, площади Победы и Московском шоссе. Там оборудуют трибуны и организуют небольшой прокат коньков. Зальют катки, когда температура опустится до минус 3 градусов. Кроме того, на Лыбецком бульваре установят хоккейную коробку. Не будет льда, коллеги. Будем играть в футбол, что-то зимнее, снежки. Будем надеяться, что нам удастся поработать. 25 декабря рязанцы получат новогодний сюрприз. В 6 вечера стартует парад Дедов Морозов, который будет проходить под звучание духового оркестра. В этот же день состоится открытие резиденции Деда Мороза. Открытие резиденции отметят включением звездного неба на улице Почтовой. Длина 350 метров позволяет нам максимально использовать улицу Почтовую для проведения всех городских мероприятий. С 26 декабря юные рязанцы смогут прокатиться на упряжке с оленями и собаками породы хаски. 28 декабря на Лыбецком бульваре состоится арт-елка, где будут представлены альтернативные виды новогодних деревьев. 30 декабря в Мемориальном парке пройдет вечерняя новогодняя лыжная гонка. У нас 5 лыжных трасс в городе традиционно. Особое внимание мы сейчас уделяем Солочи в районе Лысой горы. Есть поваленные деревья, которые мы планируем и в настоящий момент убираем. В новогоднюю ночь рязанцев ждут гуляния на Площади Победы. Программа стартует в 23.30. 31 декабря. Завершится празднование фейерверком в 2 часа ночи. В четверг состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов. В свою очередь, рязанский губернатор проведет пресс-конференцию с журналистами области и города в понедельник, 18 декабря. О том, какие вопросы волнуют рязанцев, узнавал Валерий Седов. Какой бы вы вопрос, как рязанец, хотели бы ему задать? Я бы хотела задать, как город наш будет чиститься. От снега? Да. Вот интересно, почему мы ходим, у домов не чистится нигде. Не знаю, насчет дорог, наверное. Дорог вообще нет. Ну, просто нормально, безвечаемый. Я живу рядом с лесопарком. Там как будто бы были попытки улучшить обстановку, сделать для людей. Но в последнее время, по-моему, об этом забыли. Я бы хотела, чтобы лесопарк все-таки был пригоден для того, чтобы люди и с детьми могли гулять, и с животными, и с стариками. В общем, для всех, чтобы это стало зоной отдыха. Какой бы вы вопрос, как рязанец, хотели бы ему задать? Любой. Когда будет улица чиститься нормально, ходить невозможно. Будут ли дороги делаться в ближайшее время? Потому что сейчас очень плохая ситуация в городе с дорогами. Я бы задала вопрос, чтобы у нас в Рязани было лучше медицинское обслуживание. Внимание больше уделялось вот этой проблеме. Ремонту поликлиник, ремонту больниц. Компьютерные вирусы не знают границ. На данный момент они атакуют компьютер человека даже чаще, чем вирусы, вызывающие заболевания. Разные виды и формы. Они могут заполнить рабочий стол или полностью стереть все данные с жесткого диска. Как защитить свой компьютер, узнавал Валерий Седов. Бэтребит, Бластер, Мелисса, Нимда. Это название одних из самых опасных компьютерных вирусов. Последний из перечисленных распространялся по электронной почте. Для того, чтобы заразить миллионы компьютеров, ему понадобилось всего 22 минуты. Что примечательно, изначально хакеры создавали вирус не с целью заражения компьютера. Сначала они создавались с целью попытки проявить себя. То есть хакер пытался просто различным родом его распространять и таким образом выделиться. То есть показать то, что он умеет. Первый нелабораторный компьютерный вирус носил название Brain и мог заражать только дискеты. Он появился в январе 1986 года. Антивирусную программу разработали лишь два года спустя. В настоящее время существует большое количество вирусов, и каждый из них проявляет себя по-разному. Самый безобидный может изменить настройки музыкального плеера на компьютере так, что все песни будут звучать как грамм-пластинки. Проявление других куда опаснее. Вирус – это вредоносный код. Он внедряется в программу, и, соответственно, он пытается украсть какую-либо информацию. Сейчас это информация – самый ценный ресурс, и происходит попытка кражи средств каких-то или конфиденциальной, секретной информации. Заметить, что компьютер заражен вирусом, непросто. Как пример, машина начинает работать куда медленнее, или с нее просто пропадают данные. С этим в большинстве случаев хорошо справляются именно антивирусы. Рядовой пользователь, как правило, не имеет, можно сказать, знаний, навыков для того, чтобы справиться с ним самостоятельно. Поэтому основной рекомендацией для защиты своих данных является использование антивирусов. Одни из самых опасных вирусов – это шифровальщики. Узнать их просто. На экране компьютера появляется баннер со словами «Заплати деньги», и тогда появится доступ к компьютеру. Яркий представитель – это вирус Петя. Самая последняя его модификация даже не предусматривала возможности расшифровки информации. Если компьютер оказался заражен вирусом такого типа, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Сравнивать виртуальную заразу с бактериологической можно. Вирусом можно заразиться как от больного компьютера, так и случайно подхватить его на просторах интернета. Следует обращать внимание на то, на какие сайты мы заходим, обращать внимание на командную строку, какой адрес там. Гарантию безопасности предоставлять защищенное соединение – это можно узнать по наличию в адресной строке надписи HTTPS, чтобы S было в конце. То есть это гарантирует, что сайт, к которому мы обращаемся, имеет доверенный сервер. То есть и зашифрованные данные мы ему передаем свои, то есть никто их не может перехватить, увидеть там, какие пароли мы вводим, логины. Татьяна и Дмитрий – студенты кафедры компьютерной безопасности. У них уже не раз проходили лабораторные работы по системе обнаружения вторжения. Сканирование портов и трафика – это только часть мер безопасности. Сейчас проходит атака UDP пакетами с одного хоста на другой при помощи утилиты UDP Flood. Проще говоря, на сетевой адаптер компьютера отправляют бесконечное количество пакетов данных с текстом «Телекомпания город». Защититься от атаки непросто, но реально. Только вот хакеры тоже не стоят на месте. Например, появился новый вирус под названием «Процесс доппельгагинг». Антивирусные программы его не замечают. По словам экспертов, причина в том, что вредоносный код не сохраняется на диске устройств, а находится в оперативной памяти. Вирус подменяет окна браузера и ворует пароли. Самый простой совет экспертов – в каждой прогулке по интернету внимательно относиться к тем адресам интернет-страниц, которые посещаете. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В четверг, 14 декабря, в Рязанском медуниверситете прошла научно-практическая конференция. Педагогический состав и студенты вуза рассмотрели на ней этические и диантологические вопросы подготовки врача от Гиппократа до наших дней. Вся деятельность тех, кто решил связать свою жизнь с медициной, по сути, базируется на платформе морали и нравственности. Ведь пациент вручает врачу свою жизнь. И от того, насколько верные поступки, в том числе и с точки зрения этики, будет совершать медицинский работник, зависит здоровье, а зачастую и жизнь пациента. Слово может лечить и слово может убить. Поэтому, насколько правильно мы устраиваем эту систему взаимоотношений с пациентом, насколько он нам доверяет, насколько он верит в успех и встает на нашу сторону, вместе мы боремся с болезнью, это определяет, по сути, успех лечения пациента. Именно поэтому вопросам этики и диантологии уделяется особое внимание при подготовке врачей. В Рязанском медицинском университете ежегодно проходят научно-практические конференции, на которых поднимаются довольно сложные нравственные проблемы медицины. В этом году организаторы конференции решили обойтись без скучных докладов и дали возможность студентам высказать свое мнение по сложным с этической точки зрения вопросам. А таковые часто возникают в связи с новейшими методами, которыми овладевает современная медицина. Вопросы развития современных технологий, генная терапия, клеточная технология, они требуют и предполагают переоценки существующих на сегодняшний день в некоторых областях медицины принципов этики и диантологии, анализа современных позиций, допустимости такой технологии. Поэтому мы не хотим диктовать студентам ничего, мы хотим их послушать и попробовать совместно поискать ответы, если они, конечно, есть. Что ожидает наше общество, как общество в целом, так и профессиональное сообщество в связи с развитием прогресса. Вопросы донорства, трансплантации, генной инженерии не стояли перед Гиппократом, который сформулировал первую модель медицинской морали – не навреди. В современном же обществе все чаще говорят о биоэтике, которая основана на уважении к правам и достоинству человека. Как соблюсти права и учесть этическую сторону проблемы, когда мы говорим, например, о донорстве яйцеклетки? Собственную оценку таким спорным вопросом на конференции давали сами студенты. Если донор крови спасает жизнь, то донора ацитов ее дарит. И, на мой взгляд, даже если женщина жертвует яйцеклетки исключительно из своих коммерческих соображений, то результирующее от этого не меняется. Получается новая жизнь, новый человек. А это, на мой взгляд, несомненный и медицинский, и этический плюс. Помимо открытых лекций и дискуссионной площадки, конференция включила в себя и мастер-классы по вопросам этики в имидже современного врача, культуры общения в социальной сети, а также межличностного взаимодействия. Несомненно, с этими проблемами придется столкнуться каждому сегодняшнему студенту, но благодаря тем знаниям, которые они получают на базе РСГМУ, они наверняка смогут грамотно выстроить общение с пациентами и выбрать верные методы лечения. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 11 декабря исполнилось 99 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Следующий 2018 год пройдет под знаком 100-летнего юбилея классика. Как известно, в середине 20 века он жил в Рязани, преподавал во второй Рязанской гимназии физику и астрономию. Здесь он написал один день Ивана Денисовича. 11 декабря литературный мир праздновал день рождения Александра Солженицына, писателя и публициста, чье имя неразрывно связано с нашим городом. Архипелаг ГУЛАГ, раковый корпус, матрёнин двор – один день из жизни Ивана Денисовича. Сложные и глубокие по проблематике произведения знает каждый думающий человек. Но вот о том, что Александр Исаевич был еще и замечательным преподавателем – факт не самый известный. А ведь именно преподавательская деятельность связывает имя писателя с Рязанью. Долгое время он работал учителем математики во второй гимназии. Сегодня в библиотеке филиале номер 9 состоялась встреча старшеклассников с Владимиром Крыловым, исследователем творчества и биографии писателя. Обратите внимание, литературный пространство солженов. Как раз к этому относится великий писатель. Действительно великий писатель. Это не от них. Наша гордость Рязанская здесь особая в чем заключается? В чем заключается? Александр Исаевич Солженицын, став кувриатом Нобелевской премии, получил ее за те произведения, которые были написаны на нашей Рязанской земле. Вот что интересно. Да, он жил когда-то в Ростове. Да, жил в Густальном районе, в Владимирской области. Да, жил в Рязани, потом в Москве, потом в Вермонте. Но Нобелевскую премию в 1970 году, в декабре, ему присвоили за то, что он был тогда официальным жителем города Рязани. Конечно, творчество очень сложное, но юношеский максимализм школьников – одна из причин, по которой глубина проблематики Солженицынских трудов интересна присутствующим. Я узнал много нового о нашем великом земляке. Всегда интересно очень встретить человека, который был когда-то знаком с великим талантом, с великим писателем. Это всегда очень здорово – знать что-то новое про него. В библиотеке уже не первый год. К дню рождения писателя проводят мероприятия, выбирая определенную тему. У нас вообще был перспективный план по подготовке к столетию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. И вот каждый год в декабре, в честь даты, определенной с его дня рождения, мы проводим мероприятия на разные темы. Солженицын – это эпоха. Так как библиотека имени Павла Васильева, а в их судьбе есть какие-то переплетения, которые относятся и к одному, и к другому писателям, литераторам. Вот, например, мы проводили в прошлом году Павел Васильев и Александр Солженицын – защитники российского казачества. На этот раз Крылов, которому посчастливилось даже лично общаться с писателем при его жизни, подробно рассказал о Солженицыне учителе, о фотографической деятельности знаменитого человека и его личностных особенностях. В следующем году Крылов предложил провести обширную конференцию, ведь в 2018-м Солженицыну исполнится 100 лет. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Касимов стал площадкой для съемок фильма о Великой Отечественной войне. Предательство, проблема выбора и любовь – все это можно будет увидеть в истории съемки, которая проходит в эти дни. Репортаж прямо со съемочной площадки можно увидеть далее. Касимове снова снимают кино и снова о войне. Обстановка военного времени к лицу центру Касимова – такой городок трудно отыскать. С Дома детского творчества свисают стяги со свастикой, а площадь оккупировали люди в немецкой форме. «Остаться в живых» – так называется новый фильм известного режиссера Андрея Малюкова. Это триллер о любви и патриотизме, общей интонации трагической, хотя есть место и для шуток. Смею надеяться, что в большинстве моих картин присутствуют какие-то, по крайней мере, мне так кажется, ироничные нотки. Иногда веселые нотки. Мне так кажется, что это никогда не мешает восприятию серьезного, так сказать, пласта взаимоотношений между людьми. Но зачастую мне бы хотелось снять комедии, я с ним пытаюсь их снимать, но зачастую у меня это не очень получается. И я понимаю, что, вероятнее всего, что-то я упустил в этой жизни, что-то я потерял по пути к тому процессу, которым я сейчас руковожу. Серьезные фильмы удаются больше. Режиссер Андрей Малюков снял более 25 фильмов. Среди них полюбившийся зрителям в зоне особого внимания, спецназ, «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Матч» и «Диверсант». На площадке руководит второй режиссер, а главный, Андрей Малюков, расположился в вагончике. Там на двух мониторах видно все, что происходит в кадре, и как с капитанского мостика раздаются команды по рации. В фильме заняты как известные актеры, такие как Михаил Пореченков, так и молодые, но за их плечами не один популярный кинопроект. Главного героя играет Егор Корешков. Он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Горько», «Психологини», «Отель» и «Леон братья», «Че», 80-е. Ситуация главных героев в будущем фильме непростая. Выбирая интересы близких ему людей, он тем самым становится в глазах окружающих предателем. И это часто у нас в жизни. Ты должен выбрать либо какой-то близкий или знакомый человек рядом, либо все остальные. И вот тоже стоит перед моим героем тот же выбор. И он выбирает как бы меньших близких людей. Тем самым его нарекают предателем, и даже близкие люди его нарекают предателем. И это долгий путь заслужить прощения, оправдать то, что ты не тот, за кого тебя приняли. Егор с пониманием относится к своему герою, но не поступил бы так, как он. В жизни на съемочной площадке он предпочитает интересы зрителей, которые будут смотреть фильм, в чем-то жертву интересами участников съемочного процесса. Исполнительница главной роли Вера Панфилова считает, что любовь – основа жизни. Ради нее много пожертвовать многим. Героиня, она очень принципиальная. Как раз-таки из-за любви, во имя любви совершает подвиг, я не думаю, мирового значения, но свой внутренний, учитывая то, что она женщина, что она мать, что она дочь, что она жена, она действительно совершает подвиг ради и вопреки. Ради любимого человека и вопреки любимого человека. По словам постановщика трюков Олега Поддубного, известного по проектам «Хардкор» и «Защитники», в фильме нет кровавых сцен, хотя и задействованы 12 каскадеров. Снималось несколько боев, есть взрывы, стрельба. Актеры все основные трюки делают сами, только самые сложные исполняют каскадеры. Ходят по крышам, горят в танки. Была сцена, когда немцы захватывают плотину, наши не успевают. И пробегая по мосту, один из немцев стреляет в нашего инженера, который вылазит уже оттуда на опору. Он стреляет в него, и у нас каскадер обрывается, повисает на веревке. То есть жесткий обрыв такой, где-то метра полтора он пролетал. Ну, высота реальная там, если что, там где-то метров шесть. В Касимове планируется провести около 10 съемочных дней. Фильм будет шестисерийным. Выход премьеры ожидается на майские праздники по каналу «Россия». Андрей Малюков абсолютно уверен, что еще не раз вернется в Касимов, чтобы снова снимать кино. Раньше он предпочитал вести старинные съемки в городе Елец, но Касимов ему приглянулся больше. Марина Лебедева, Александр Лапин. Специально для компании «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин